МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крестным ходом с иконой Божьей Матери Табынской прошло сегодня около 70 православных христиан Белоярки. Чудотворный образ пронесли 500 метров до храма Успения Божьей Матери. По главе православного шествия – казаки Оренбургской и Белоярской станицы. Среди казачества Табынская – самая почитаемая Божья Матерь. Это именно казаки в 1919 году отбили икону у Красной Армии. Тогда ее даже пришлось вывезти в Харбин. Согласно истории, в 1965 году икона Божьей Матери Табынской пропала из храма в Китае. Так ее и не нашли. И только в 2010 году специально по просьбе оренбургских казачьих войск был написан вот этот чудотворный список. На протяжении двух лет чудотворная святыня под охраной казачьих войск совершает крестный ход. Она побывала уже в 19 регионах страны, а также в Абхазии, Сербии и Казахстане. И везде оставила свой след спасения. Был такой случай, когда маленького мальчика, на тот момент ему было где-то 5 лет, принесли к иконе, он не умел разговаривать вообще, ни разу в своей жизни еще не сказал ни одного слова. Его предложили к иконе. И когда выносили из храма, он обернулся и сказал уже первое в своей жизни слово «мама». Подобные чудеса, рассказывает казак Сергей, он наблюдал не раз. Уверен, что и в наши края она принесет радость. Впрочем, сами православные считают, что возможность приложиться к иконе Тобынской и помолиться – уже праздник. Любая икона Божьей Матери, святых – это большая радость для православных. И, я думаю, для всех верующих людей. Прихожанка Вера Михайловна чудотворную святыню встречает по-своему – звоном колоколов. Так требуют обычаи и душа. Сразу после крестного хода в храме Успения Божьей Матери состоялся молебен. Сейчас икона находится в Мизенском храме Николая Чудотворца. А уже через пару часов чудотворный список привезут в Заречный. Здесь она пробудет до полудня 21 марта. Зареченские православные смогут помолиться Тобынской в любое время суток. Екатерина Тонких, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Пять человек пострадали накануне в дорожно-транспортном происшествии недалеко от поселка Двуреченск. В ночь 17 марта на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган столкнулись Деонексия и четвертая модель ВАЗа. Автомобиль Деонексия двигался со стороны Двуреченска в сторону Екатеринбурга. На перекрестке поворачивал налево. Значит, автомобиль ВАЗ-2104 двигался со стороны города Екатеринбурга в сторону города Каменск-Уральска. Водитель автомобиля Деонексия не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2104, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. Последствия аварии вы видите на экране. В момент столкновения в автомобиле Деонексия находилось трое человек. В четвертой модели ВАЗа были еще двое. В результате аварии все они получили травмы различной степени тяжести. У большинства из них закрыты черепно-мозговые травмы, переломы и гоматомы. Пассажир ВАЗа в настоящее время находится в коме. Напомним, это не первое серьезное ДТП. В прошлую пятницу на 19-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень в лобовую столкнулись автомобили Вольцваген и Мерседес. В результате аварии четверо людей получили серьезные травмы. Двое погибли. ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными на дорогах и при возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте при неблагоприятных погодных условиях. Попытка очередного угона в Заречном провалилась. Накануне ночью житель 31-го дома по улице Лермонтова заметил на парковке незнакомую машину и подозрительных людей. Когда злоумышленники попытались угнать мотороллер, неравнодушный горожанин не растерялся и вызвал полицию. Преступники далеко уйти не смогли. Стал ночью покурить на кухню, вот выхожу, смотрю в окно, машина стоит незнакомая, но я сначала ничего, как бы так. И смотрю, парнишка бегает, капот открыл задний, багажники, что такое, в семерке там, в белой, а что-то смотрит, все ключами брякает. Ну, я думаю, сосед может, машину-то знаем, это все. Вот, думал, может, сосед, все, потом хлопан, убежал, буквально проходит какой-то промежуток времени, минут 10, наверное, все, он укатывает мотороллер. Знакомый мотороллер оказался товарища Константина, но человек, уводивший мототехнику, на него совсем был не похож. Поэтому молодой человек сразу позвонил в дежурную часть. В течение 20 минут на место угона выехали правоохранители. Константин назвал им номер и марку замеченной им подозрительной машины, а также описал угонщиков. Улицы города оцепили в считанные минуты. Совместными усилиями отделений полиции злоумышленники были задержаны. Мотороллер вернули хозяину. По факту угона сейчас проводится проверка. Заявление от потерпевшего пока не поступило, поэтому уголовное дело не заведено, сообщили нам в отделе МВД Заречный. В седьмой школе более сотни школьников со всей области защитили свои научные работы. В эти выходные там проходила конференция «Мой первый шаг в науку». Участники рассказывали о своих исследованиях чая, пищевых добавок и даже мороженого. Как считает организатор конкурса Тамара Тихонова, только на подобных встречах можно научить детей творчески и умственно развиваться. В 2002 году я серьезно занялась курчатовскими чтениями. Началась в Сибири, потом Москва, потом Заречный. Вот такие прыжки и везде пробивала идея, что нам нужны умные люди 21 века. Наконец-таки меня услышали. Здесь сегодня собрались именно те родители, те дети, те учителя, кто презрели грошевой уют и пришли навстречу празднику знаний. Конференция «Мой первый шаг в науку» проводится при поддержке Екатеринбургской митрополии и Белоярской АЭС уже в четвертый раз. В первые годы проведения конкурса в Заречном количество участников доходило до 180. Однако вскоре организаторы поняли, что не в состоянии принять стольких школьников. В этом году масштаб несколько умерили. На суджюри представили 115 работ. Основные участники первого шага в науку – дети из Новоуральска, Екатеринбурга и, конечно, Заречного. Наш город в этот раз представляли 15 школьников. Они подготовили презентации на самые различные темы. Все они прошли строгий отбор. Наибольший интерес у слушателей и организаторов произвела работа по чаевничаем. В ней ученица четвертого класса Оксана Щур провела настоящие опыты над различными сортами чая. Я проводила много опытов, покупала чай. Делала я его как бы месяца два в презентацию. Потому что с каждым опытом очень тяжело было работать. Но немного я запиналась, поэтому не очень, не на пять. Настоящее автосражение. На стадионе «Электрон» накануне завершился традиционный турнир по автогонкам на льду на призы Белоярска АЭС. За состязанием экстремалов следили сразу два городских репортера – Сергей Поморцев и Илья Дудин. Эти соревнования проводятся уже больше семи лет. По условиям организаторов участие принимают только зареченцы. Никаких специальных требований к автомобилям участников нет. В этом году на ледовую трассу вышло 48 гонщиков. Среди них шесть женщин. Для последних устроили отдельный заезд. Быстрее других два круга по стадиону проехала Евгения Розуева. Среди мужчин победу праздновали Сергей Соловьев, ставший лучшим в гонке заднеприводных авто, и Юрий Пестриков – победитель в классе переднеприводных машин. Он же стал лучшим в классе «Спорт-2», то есть в гонке машин с шипами на резине до 4,5 мм. Также чемпионами накануне стали Олег Сергеевский на полноприводном автомобиле и Александр Хадыкин. Ему не было равным в классе «Спорт-1». Свои силы в ледовых гонках попробовали и мотоспортсмены. Правда, пока вне зачета. Уроки из прошлого. Воспитанникам детского дома накануне удалось почувствовать себя гостями Анны Павловны Шерер. Интерьер знаменитого салона из «Войны и мира» попытались воссоздать в клубе «Фитодизайн» комплекса любительских объединений. Сделали это для того, чтобы доступнее рассказать детям об Отечественной войне 1812 года. Мы попытались донести для детей, что в любое время люди остаются людьми. Они также подвержены любви к родине. В любое время человек любит свою родину, любит окружающий мир и всячески будет защищать его. Чтобы рассказать детям о тех временах, когда любовь к родине помогала ее защищать, организаторы сделали за каждым столиком салона мини-выставки о героях Отечественной войны 1812 года. Школьники увидели Дениса Давыдова, Надежду Дурову и Александра Тучкова. Узнали об их подвигах и свершениях. А чтобы ощущение присутствия было полным, организаторы предложили школьникам облачиться в костюмы тех времен. Девочки надели длинные в пол платья, мальчики – ментики, короткие куртки, обшитые мехом. В таких одеяниях гости слушали гусарские истории, смотрели отрывки с фильмов и слушали романсы. Наряды понравились, интересные. Да, удалось почувствовать себя дамой 19 века. Сообщи, где торгуют смертью. В Заречном сегодня стартует всероссийская антинаркотическая акция. В течение 10 дней каждый желающий может поделиться информацией о возможных местах распространения наркотиков. На горячую линию жители города могут анонимно сообщить любую информацию о местах расположения наркопритонов и точках продажи наркотических препаратов. Все сообщения готовы выслушать Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по телефону 251-82-22, либо по телефону доверия полиции 724-94. Также в дни акции можно обратиться за консультацией по вопросам профилактики наркомании по телефону 725-27. Акция продлится до 29 марта включительно. Звоните. Только наше с вами неравнодушие поможет правоохранителям в борьбе с чумой 21 века. А теперь пришло время узнать, чем порадует нас погода 20 марта. Данные предоставлены порталом Гесметио. Завтра в Заречном не ожидается осадков. Первую половину дня будет ясно. Температура воздуха ночью минус 5, утром минус 7. Уже к полудню небо затянут тучи, но при этом столбик термометра поползет вверх вплоть до ноля. К вечеру ровно похолодает до минус 5 градусов. Ветер на протяжении суток преимущественно западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Давайте делать новости вместе. Сообщайте нам о важных событиях и интересных людях. Наш телефон 71172, адрес сайта zartv.ru. За лучшие новости, ставшие темой для нашего репортажа, мы дарим подарки. И на сегодня это все детали. До встречи!